Девушки отдыхают Их дети становятся сиротами, а жены вдовами Если вы обратили внимание Из-за нехватки времени на передачу огромного потока информации Посредством речи На экране телевизора показывают бегущую строку Где пишут о важном событии Например Сегодня в такой-то мечети Пакистана произошел взрыв В результате взрыва погибло столько-то человек Или в произошедшей перестрелке В такой-то провинции Афганистана погибло столько-то людей В Ираке погибло 70 В Сирии 170 В Палестине 80 В Емине в 90 В Самаре 30 человек И все они мусульмане Все они мусульмане Мусульманин убивает Проливает кровь мусульманину Разрушает его имущество Сравнивает землей бульдозером и мусульманские могилы Взрывает принадлежащие своей же вере исторические памятники И все это происходит в священном месяце Рамадан Срам да позор для мусульманской уммы Раньше в СМИ наверное писали Приближается месяц Рамадан А 8 мусульмане притихнут Я сам это читал А сейчас они пишут На этих мусульман даже Рамадан не действует В мусульманском мире идет кровопролитная война В Ливии они душат друг друга И вот На прошлой неделе в Тунисе произошла перестрелка В результате Которой погибло несколько солдат И вооруженных людей То же самое произошло в Алжире Люди Аль-Каиды Напали на Саудовский пограничный пост Убили пограничников И сами потеряли трех человек Двое из них убежали с места событий И скрылись где-то Позже когда их обнаружили и окружили Они сами себя взорвали И все это происходит в священном месяце Рамадан За эти прошедшие три дня Все это очень негативно сказывается на репутации Снова гибнут мусульмане Снова убивают мусульмане Снова мусульмане остаются без крыши над головой Их дети остаются сиротами Жены становятся вдовами А Родина их продолжает рушиться В исламском мире нет прогресса Отсутствует благополучие Можем ли мы сказать, что в тех мусульманских странах Где идет братоубийственная война Люди держат пост с таким же удовольствием как мы Детский фонд ООНа ЮНСЕФ Дни 3-4 тому назад объявил Люди добрые Будьте милосердны 6 миллионов сирийских детей Нуждаются в вашей помощи 6 миллионов Подумать только Есть страны с населением 670 Максимум 800 тысяч человек А здесь только детей 6 миллионов Им всего по 3-4 годика Просят помочь С заставкой им хлеба и воды И это происходит В священном Рамадане При этом При этом сирийцев стремляет Обе воюющие стороны Являются мусульманскими Обе стороны совершают намаз Держат пост Но при этом Беспощадно убивают друг друга Один художник Киноведовец Создал карикатуру на эту тему Изобразил он двух арабов Оба они в национальных костюмах И оба держат по дубинке в руках На их дубинках надписи Аллаху Акбару Оба араба беспощадно колотят друг другу по голове И тот и другой Кричат при этом Аллаху Акбару Чуть поодаль Стоят двое врагов И насмехаются над арабами Один спрашивает другого Кто же из этих арабов победит? Второй ему отвечает Победим мы с тобой Подумать только Мусульмане колотят друг друга по голове А победу чествуют другие Потому что воюющие с друг другом мусульмане Покупают оружие у этих наблюдающих на стороне Вот если бы собрать всех их в одно место И дать им задание А ну Изготовьте хотя бы один пистолет самостоятельно Не смогут Потому что не умеют Они не смогут изготовить даже один патрон Но покупать чужое оружие Ради истребления своих же соотечественников Единоверцев А не мастаки Закупать чужое оружие Чтобы убивать своего У одних якобы Есть уважительные причины на войну Другие якобы Протестуют таким образом Собственного правительства Кто тебе дал право на такой протест? Хотя там от государственного то Практически ничего не осталось К примеру в Ливии умер Каддафи Так же бесследно исчезли его люди Те кто когда то выступал против него Сейчас убивают друг друга То же самое происходит в Ираке И в других регионах И все они утверждают что являются мусульманами Но кровопролитие у конца края не видно Рассмотрим события происходящие в Сомали Государство является исламским Практически все население страны состоит из мусульман И на верцев там можно сказать и нет Когда-то именно в конце 50-х В начале 60-х годов там был правитель по имени Мухаммад Саид Барро Он вел неправильную политику Политику направленную по сути против собственного народа Естественно население восстало Началась гражданская война которая затянулась на несколько лет В 1991 году вышеназванный правитель сбежал Конечно же его стали преследовать Вот уже 23 года эти преследователи воюют друг с другом Конца войны пока не видно Родившиеся в далекие 90-е годы дети Сегодня убивают друг друга Война им досталась наследство от своих дедов и отцов В 1994 году состоялась большая конференция На ней подняли вопрос о Сомали Мол, сомалийцы вот уже 4 года воюют друг с другом Их необходимо примирить Давайте создадим комиссию по примирению Создали комиссию Председателем комиссии выбрали меня Мы прибыли в Виемен Оттуда выехали в Джибудь И наконец добрались до самого Сомали Воздушного транспорта официально нет Но нигде не зарегистрированы самолеты-перебежчики Занимаются перевозкой пассажиров Там где приземляется самолет Вокруг ходят люди Пасутся коровы Вблизи ничего целого Война разрушила все Мы провели переговоры с воюющими сторонами Был тогда такой генерал Мухаммад Фарах Идид Его резиденция находилась в городе Байдава Приехали к нему Да благодетельствует вас Аллах Прекратите воевать Помиритесь Вы же мусульмане Сказали мы им Хорошо Пожалуйста Мы всегда готовы Ответил он нам Другая сторона Также выразила свою готовность милиции Как только мы покинули страну Те заново начали воевать И продолжается эта война До сих пор Она для них стала образом жизни Вы наверняка слышали о новостях Сомалийских пиратах Вооруженные молодые люди Останавливают корабли Наводят оружие на членов экипажа И требуют от судовладельцев миллионы долларов Те в свою очередь поднимают шум Вот мусульманы делают нами то, делают другое И это и есть ваш ислам Пираты не отпускают захваченные корабли Судовладельцы выплачивают назначенные миллионы И получают свои суда обратно Так и живут сомалицы Никаких знаний Никакого просвещения Никакого мира Благополучия И никакого взаимоуважения Такие негативные явления К сожалению распространяются быстро Воюющие страны Теперь стали призывать других к себе Зов на войну так же становится Своего рода работой Они кричат Эй вы приезжайте во имя Аллаха Совершайте добрые дела Не приедете Станете грешными И попадете в ад Таким образом Надев на себя маску религии Они обманывают простых Не дружащих со своей головой людей Отправившиеся на войну Такая категория людей Не отдает себе отчета в том Против кого им придется воевать Убивать ведь придется точно таких же мусульман Как они сами О таких вещах они не задумываются Уехали и все еще уезжают Рассказывает мне один из моих коллег С соседней страны Молодой человек Родители которого живы Здоровы Он сам жил в достатке Женат Имеет детей Жил безо всяких проблем Вдух все продает И сам пропадает Приходят его родители К моему коллеге И просит помощи Помогите Наше дитя натворило то-то и то-то Благо тот телефон свой не отключил Дозвонились от него Он говорит Мы приехали на войну В данный момент проходим Боевую подготовку В соседней стране Коллега ему говорит Ты глупец Ты хоть понимаешь Что ты творишь Ты понимаешь Где ты находишься И в кого ты собираешься стрелять Какое ты доброе дело Собираешься творить Давай быстро соберись с мыслями И бегом возвращайся домой Слава Аллаху После разъяснения Хоть вернется Таких случаев достаточно много Те призывают людей Приезжайте Вратаря для вас открыты Вам будет предоставлено то-то и то-то Призывают через интернет Твиттер Звонят Отправляют своих представителей Используют какие-то другие средства И методы Сбивают с толку людей Один призывает Так-то и так-то Надо вам всем срочно ехать на войну Другой говорит Не слушайте вы его Лучше спросите у него Почему же он Сына своего не отправляет Раз такая срочность Подобно призыва И все остальное К сожалению Становится профессией Муфти Саудовской Аравии Абдулазис Алишеих восклицает Это неправильная война Не надо никому ехать туда Не отправляйте детей своих Всем призывающим прекратить звать людей на войну Вы неправильно поступаете Ваши действия противоречат мусульманству Так вот этот муфти рассказывает мне Что один из тех пропагандистов Красноречиво убеждал людей ехать на войну Так что его мастерски выполненные призывы Подействовали на собственного сына Узнав что его дитя уехало на войну Этот пропагандист потребовал своего правительства Немедленно вернуться наобратно Вот такие вот бывают подлецы Пропагандируют простых людей ехать на войну Отправляя их в самое пекло Зарабатывают на этом немалые деньги Но сыновей своих не хотят пускать Мой сын уехал без моего разрешения Прошу найти и вернуть его Потребовал один из них Это муфти не рассказывает После всего этого правительство Саудовской Аравии Издало закон об уголовной ответственности За участие в таких войнах Участники подобных войн теперь будут осуждены И лишены свободы сроком от 20 до 30 лет Правительства стран вынуждены идти на такие меры Кому все это нужно? Кто заинтересован во всем этом? Беды исламского мира в этом и заключаются Несмотря на Рамадан, повсюду идет война Проливается кровь Везде друг друга избивают, истребляют Крупнейшие города после бомбардировок превращаются в выжженные зоны На месте их появляются руды Груды почерневших от огня кирпичей В таком положении находятся там дети Я уже говорил До каких пор все это будет продолжаться? Все это надо глубоко осмыслить 3-4 дня назад я пригласил к себе по делу одного молодого человека Под конец он спросил О десятине выплачиваем с урожаем И получил ответ Потом он попросил разрешения задать следующий вопрос И после разрешения спрашивает Как мы смотрим на войны, происходящие сегодня в исламском мире? Один заявляет, что якобы халиф Другой призывает бить шиита Третий зовет на войну с суннитами Какую позицию при всем этом должны занять мы? Сейчас все мы об этом думаем Какую же позицию нам занять? Это и заинтересовало молодого человека И правильно делать, что интересуется Он спросил меня, ничуть не сомневаясь, что я знаю верный ответ И правильно поступает Нужно спрашивать В случае звонка оттуда с призывом на войну Вовсе не нужно срываться с места и ехать в чужую страну сломя голову Надо задаваться вопросом Дозволяется ли все это в шариате? Как поступить, если да? Надо спрашивать Я ему ответил, что все они такие, одержимы войной против друг друга Те, которые объявили о халифате, ранее состояли в Аль-Каиде Позже отделились от него и создали свою так называемую организацию Исламское государство Ирака и Шама Которая и начала войну против тех, кто воюет с сирийским правительством Началась самая настоящая резня Парадокс И те заявляют, что они, мол, воюют против правительства И этих И в то же время убивают друг друга Идет кровопролитная война Обе воюющие стороны претендуют на принадлежность к исламскому миру Вдруг эта организация нападает на Ирак И объявляет себя исламским халифатом Какую же при этом они преследуют цель Я стал халифом и все должны мне подчиняться Приезжайте, я вам дам оружие Это заявление СМИ на следующий день На следующий же день распространили по всему миру На следующее утро после такого заявления Я обнаружил у себя на электронной почте Письмо из Всемирного Совета Исламских Улимов Я являюсь членом этой организации Членом Совета Секретарей И поэтому любой изданный документ в числе первых поступает и мне Нас там более 30 человек Письмо подписано Председателем Всемирного Совета Исламских Улимов Шейхом Юсуфом Абдуллахом Кардави И генеральным секретарем организации Алимухиддином Карадаги В письме говорится Заявление так называемой организации Исламского государства Ирака и Шама Об объявлении себя халифатом по законам шариата Является несостоятельным Это есть нелепость Никто не вправе так поступать То есть нести то, что взбредет в голову Не слушайте их В мусульманске такие дела решаются методом Ахнуль-нас-хилли-уал-а-каб То есть все собираются Руководители и улема содержательно излагают возникшие вопросы А решение принимается всеобщим голосованием Говоря простым языком Все возникающие вопросы решаются не бредовыми криками на улице А строго в установленном порядке В письме просят мусульман мира не впадать в заблуждение В таких вещах мы должны быть очень осмотрительными Есть представители народов Средней Азии, убывшие на войну Преследовавши указанным призывом Прибыв на место, те звонят родным, пишут на страницах твиттера Один из них сообщает, что выехали по фатве такого-то А тот бедняг, который якобы дал фатво Там не является вообще никем Еще один парадокс Воюющая сторона призывает от своей ряды все новых и новых людей Убывшие к ним позовы люди Прибывают назначенное для них место Согласно результатам проведенных аналитиками исследований Объявленных на прошлой неделе Представители народов Средней Азии Разделились по разным сторонам и воюют там друг против друга То есть, скажем, убывшие от нас два человека Распределились по разным группировкам Теперь они двое братьев, став членами разных бандформирований Стреляют в друг друга Неправильно все это Так не должно быть Все это надо решать мирным путем Спокойно Решать в интересах мусульман Во имя прогресса, развития региона Во имя счастья живущего там народа Только мирными средствами Идет война, но никакого прока от нее нет Как я выше сказал, в Сомали вот уже 30 лет Как началась война Конца и края не видать Сколько длится в Афганистане война Никак не прекращается Там тоже самое, ни прогресса, ни развития Но в одном месте действительно стихла война Это Чечня Почему там прекратились боевые действия Потому что Чеченская республика прислушалась к советам больших улемов Тогда все мы собрались и сказали им Не делайте так, это нехорошо Смотрите сколько народу вы потеряли Страна ваша разрушилась, погибло много людей Вы лучше заключите мирный договор Живите мирно в составе России И переносите пользу себе и другим мусульманам В целях установления мира в те годы, когда бушевала война Я по просьбе Ахмада Кадырова дважды побывал в Чечне Он лично встречал меня в Москве и оттуда сопровождал к себе на родину Побывал я там везде Все увидел собственными глазами После чего я представил доклады в соответствующей инстанции С приложением в видео сомок и рекомендаций как следует быть И знали фатву о поддержании миров на чеченской земле И вместе с дядей Рамзаном Кадыровой и еще несколькими людьми прибыли на прием к шейху Юсуфу Кардави Тот издал свою фатву, были приняты другие меры и вот результат Все завидуют белой завистью Исламский мир никак не нарадуется Есть там и мечети, и медресе, университеты, все есть Кто хочет, тот поклоняется И молится, читает Куран, аль-хамду лилля Все радуются Но в других местах, к сожалению, такого нет Все эти вещи мы должны хорошо знать и глубоко понимать Должны наставить на верный путь всех наших знакомых, друзей, соседей по Махалле Которые заблуждаются указать им верный путь Путь Ислама – мирный путь Не должен мусульман не проливать кровь мусульмане по чьим-то призывам Как могут стрелять друг друга человек, два человека, которые произносят такие священные слова, как «Ля-ля-хиллаллах» Все эти вещи мы должны знать и понимать правильно Если мы правильно будем понимать все это, будем ценить наш сегодняшний день, сегодняшнее наше мирное время Будем вот так вот спокойно собираться, слушать просветительские речи, своевременно держать пост, наслаждаться, слушая прекрасные суры Курана В данный момент в восьмистах наших мечетях читают суры Курана «Инша Аллах, завершили первую половину, будет и дальше» Разве это не прок? В данный момент сюда на нас не спосылается милость Аллаха Ибо мы ведем разговор о религии Аллаха Читаем слова Аллаха в намазах Таравих Намерен завтра продолжить свой пост Все это и есть счастье Каждый мусульманин обязан глубоко усвоить все, что было сказано сегодня Субтитры создавал DimaTorzok